Я Ольга Пёме, я из Германии, живу более 20 лет там и последние годы занимаюсь целительством. Я хочу вам рассказать о моей небольшой эфире и о центре энергии жизни, который состоит из трёх ступеней из активной медитации, из целительства и энергетического массажа. Но обо всём коротко и по порядку. Итак, как я пришла к этому пути, пути целительства, вернее, как меня туда привели? В 2010 году я, работая в строительной компании, инженером фермы, у нас была небольшая ферма, и занимаясь водными объектами, в Новый год подняла бокал желанием что-то изменить в своей жизни. Ещё не понимая, какие изменения меня встретят. И уже в 2011 году случай меня привёл на страницу к Сергею Ратнеру. Меня привёл на страницу к Сергею Ратнеру. Это медиум из Израиля, у которого есть великолепная школа, школа биоэнергии. И в которой можно научиться как ясновидению, так и целительству, и контакту, и обучиться, что такое медитация. И самое главное, как её применять в своей жизни. Кто у нас из присутствующих уже знает, что такое медитация? Кто пользуется этой методикой? Методикой активной медитации. Ну, пока я вижу такие, какие-то думающие лица. А, вот есть, есть пару человек. Чем вы занимаетесь? Йогой. Да, йога – это тоже путь к своим разным медитациям. Итак, придя на страницу Сергея Ратнера, мне настолько понравилось то, что он рассказывал, и это было так близко, что я этим стала заниматься серьёзно. В какое-то время я научилась поставлять какие-то прошлые свои знания, и в какой-то момент мне пришлось оставить свою, эту фирму, где я была наёмным работником, да, и занималась проектом из Нигерии по водоснабжению. И перейти совершенно на новый путь. Но не всё было так просто. Вспомните, легко ли было вам, есть ли у нас такие присутствующие в зале, кому легко что-то было оставить? Отношения, какую-то работу или какой-то свой проект? Нелегко. И надо сказать, что есть техники, которые учат этого. Если вы медитативно оставили какой-то свой проект, какие-то свои отношения, это обязательно проявится в вашей жизни. Но только проявится так, как нужно вам. Если действительно этот проект, и действительно это, скажем так, эти отношения, и действительно, скажем так, ваше дело, это то дело, которое нужно вам, то это будет на вашей дороге, как бы вы этого не оставляли. Это такой маленький экскурс в биоэнергию. Почему здесь находится этот сертификат о пандемии? Всё очень просто. Всё как-то складывалось, как мозаика. Я решила полететь в Израиль. Незадолго до этого у меня был... Мне сделали отличный подарок. Прыжок. Тандем прыжок. Этот тандем прыжок оказался очень важным прыжком в моей жизни. Тогда я этого ещё не понимала. С этим прыжком я уничтожила многие страхи и многие, скажем так, прицепы и какие-то завязки, какие-то свои тормоза, которые мне мешали начать что-то новое. И для тех, кто сидит в зале, я только советую, если у вас есть какие-то страхи, если у вас есть какие-то моменты, незнания, или вы не знаете, куда идти, сделайте и завершите такой прыжок, и вы завершите его в своём деле и в своей жизни. Итак, прыгнув и совершив тандем прыжок, я поехала в Израиль. Это была замечательная поездка. Как вы видите на фотографии, было очень много единомышленных, было очень много интересных людей. Я встретила в этой поездке и заручилась этой энергией, получила эту, скажем так, энергию, и этот заряд, что-то открыть себе новое, действовать и помогать не только себе, но и другим. У стены, плача, я в своё время, в это время, во время тура пожелала быть на моём месте ещё при этой жизни. Кто у нас сейчас сидит из присутствующих в аудитории, знает, да, что не каждый может быть на своём месте. Очень часто мы занимаем место других, очень часто мы занимаем место то, которое навязывали нам, может быть, наши родители, может быть, общество, может быть, окружение. И очень часто люди, которые приходят на консультацию, я слышу о них, а я бы занималась рисованием, а я люблю хорошо, а я занимаюсь бухгалтерией. А я говорю, а что вам мешает изменить вашу жизнь? Итак, следующий кадр, пожалуйста. Итак, возвратившись из Израиля, я попала снова в свою обычную жизнь. Меня в этой жизни встретила столько отказов по инженерной работе, и это было в то время не очень смешно. Сейчас я легко могу сказать, я легко могу над этим посмеяться. Это был знак того, что двери ту в предыдущую жизнь закрылись, и открылся совершенно новый путь, непонятный и не особо осознанный в то время. Но мне нравилось строить страницы, и пришла мысль, пришла она из медитации, и пришла такая идея сделать страницу для людей, которая бы излечивала их и помогала им. Честно скажу, что в свое время я не знала, абсолютно не знала, что я должна делать на этой странице. Я получала какую-то информацию, мне нужно было писать статьи, Я училась такому небольшому хтмэ, кто знает, да, программированию. И у меня был отличный помощник, который мне помогал строить и помогает строить эту страницу. То есть та ситуация, которая была фактически на фирме шефом, совершенно видоизменилась, а корень, в общем-то, остался. В то время это была страница. И в то время я не знала, чем я буду заниматься. И я думала, и моя логическая, скажем так, машина, моя логика ничего лучшего не представляла, как, ну, заниматься, да, строительством страниц, дизайном, презентациями, фотошопом. Все это пришлось мне изучить. И это очень здорово, что я изучила свое время, потому что я стала сильней, независимей. И я могу именно те идеи, которые приходят мне, воплощать их в жизнь. И таким образом, шаг за шагом, я со своим другом, единомышленником, воплотила эту идею страницы. Именно страницы, помогающие людям и решающим, решающие какие-то проблемы людей. А также, ну, в общем-то, могу сейчас сказать с уверенностью, страница исцеляет. Я провожу, например, провожу вечерние встречи по субботам, на которых мы совершаем медитацию. И в этой медитации я очищаю людей от негативных мыслей, от негативной энергетики. И таким образом я могу сказать, что страница действительно лечит. Хочу сказать немного, как важно находиться в своем потоке жизни. И на самом деле, каждый из вас находится именно в этом своем потоке жизни. Только мы очень часто совершенно не знаем, что мы в нем находимся. И не умеем это использовать. Находясь в этом потоке, в потоке идей, в потоке информации своего дела, вы никогда не будете бояться что-то делать. Вам будет, может быть, казаться что-то трудным. Вам нужно будет что-то изучать. Но вас будут вести сверху, и у вас будут силы и себя видоизменять, и видоизменять своими проектами других людей. Как научиться находиться в своем потоке, я это преподаю на своих курсах, и об этом говорю каждую субботу на своих встречах. Приходите и учитесь. Есть у меня мечта, и есть идея, которая пришла тоже из медитации, построить оздоровительный биоэнергетический центр, в котором полностью вы совместились как один в один все техники, все знания о оздоровлении человека и оздоровлении его и физической структуры, и его биоэнергетики. И с этим я уже проводила курс, который называется «Быстрый рестарт себя», где я предлагала людям участвовать и провожу этот курс до сих пор, где я предлагаю людям участвовать в программе рестарта себя хотя бы на выходные очистить себя, очистить свою энергетику, очистить свои мысли, насладиться дистанционным биоэнергетическим массажем, а такое присутствует, и просто открыть себе свою внутреннюю красоту, гармонию и спокойствие. Приглашу. И надеюсь, что это будет не только, что из этого небольшого курса рестарта себя вырастет когда-нибудь, или, может быть, очень скоро, интересный центр, в котором соберутся целители, в котором соберутся люди, которые знают психотерапию, в котором будет контакт между врачами и биоэнергетиками. Это моя такая мечта, и в котором бы человек, приходя туда, полностью отдыхал, расслаблялся и набирался сил новых идей и новой информации. А небольшая такая проба, скажем так, этой идеи будет в Москве, и я приглашаю вас на мою новую программу «Тантра к себе». «Тантра – это связь». Это связь, именно связь с собой. Как найти связь с собой? Как очистить себя от негативной энергетики? Получить биоэнергетический массаж, или что такое биоэнергетический массаж? Это массаж с применением биоэнергетических техник и техник целительства. Вот об этом будет моя программа. Я приглашаю жителей Москвы, а также кто в Москву приедет в это время участвовать в моей программе. И вы видите здесь на слайде, это мой адрес, мои страницы. Запомните его www.lightland.com Приходите, участвуйте в моей программе и получите чуточку той энергии и той информации, которую я могу и хочу вам передать. Спасибо большое за внимание. Моя презентация подошла к концу. Я всех приглашаю вас на мой курс Рестарт себя и также программу Тантра к себе. Итак, найдите путь к себе. Lightland.com ждет вас. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова